Горы мусора, пустые бутылки и полная антисанитария. Эти кадры сделаны не в заброшенном подвале, а в самом центре Одессы, в арке под Потемкинской лестницей. Видео, на котором общественники показывают обитель бездомных, моментально облетела сеть. Нашли их случайно в неприметной арке. Предположительно, бездомные проживали там около года. Я заметил по характерному запаху. Я обходил эту часть. Вот здесь темная часть. Я понял, что надо посмотреть эту галерею, залез и увидел то, что увидел. То есть я не предполагал даже, что там опять после уже всех работ по восстановлению галереи, да, тут же проводились масштабные работы. Тут, видите, тут и опалубка организовывалась для того, чтобы армопояс этот сделать. Это все внутри было. Что после этого, буквально через месяц после запуска, опять же заселились бомжи и вот такую вот, ну, помойку просто развели. И причем здесь вопрос, понимаете, в том, что проходная дорожка. Здесь детки ходят со школы и так далее. Здесь действительно много детей. Люди гуляют. Арки выходят прямо на пешеходную дорожку, ведущую в Стамбульский парк. Рядом детская площадка. После снятого видео бездомных сразу же выселили коммунальщики. Но вряд ли их направили в государственные приюты, где должна предоставляться помощь. Проблема в том, что в Одессе нет ответственного чиновника, который контролировал бы все происходящее в парках и скверах, говорят депутаты. Должен быть один ответственный. Вот если это парк, это сквер, независимо от того, какие это элементы, отдайте это все коммунальному предприятию «Зелентрест», дайте ему финансирование на обеспечение функционирования этого парка или этой, допустим, территории. А он же в свою очередь, если ему нужно обслуживать, допустим, либо поддерживать в ближайшем состоянии, у него нет соответствующих специалистов, он заключает определенные договора, договорные отношения с нашими коммунальными предприятиями, с другими какими-то, может быть, частными компаниями на, скажем, конкурентных условиях и работают. Но мы четко знаем, что за это отвечает, допустим, «Зелентрест». А так получается непонятно, кто за что. За безопасность в парках и скверах отвечает муниципальная охрана. По идее, сотрудники и должны следить, чтобы под арками никто не жил. Но чаще всего дальше слов дело не идет. «З такими особами теж проводили, будем проводити профилактично відповідні заходи, а саме, коли ми їх бачимо, спостерігаємо, відповідно, супроводжуємо їх до поліцейських, здійснюємо заходи з тим, щоб вони не проживали там, де вони хотіли бути. Под Потемкинськой лістницей ніхто не проживає. Після того, як були певні, певна інформація надана, що якоби проживають особи під Потемкинськой лістницей патруль, відповідно зреагував, є фото, відео, що там ніхто не проживає». «Если с бардаком под Потемкинской лістницей разобрались достаточно быстро, то с масонским домом на Княжеской куда все печальне. Забытое, практически уничтоженне здание продолжает разрушаться. И этому теперь способствуют все коммунилии. Любители легкой наживы, экстремалы и бездомные. После обрушения в 2016-м здание обнесли забором. Но это не уберегло его от пожаров и появления стихийной свалки». Вот как выглядит масонский дом. Некогда уникальный памятник архитектуры. Рухнул он еще в июле 2016-го. С тех пор тут сплошные руины, стихийная свалка и пристанище для бездомных и наркоманов. Местные жители говорят, что такое соседство их пугает. «Кровно год назад, 14 февраля, после того, как здесь уже рухнула крыша, стены обрушивались и начала возникать свалка, мы позвонили в исполком и попросили, чтобы что-то сделали. Через месяц поставили забор вот этот вот, причем не до конца его закрыли, оставили лазейки. С тех пор стала катастрофически накапливаться эта свалка, вонючая, и бомжей, и наркоманов стало гораздо больше. Свалка летом воняет, так что невозможно открыть окна и в ближайших домах. Этот запах, конечно, болезнетворный, может вызвать инфекции, болезни разные». Соседям Асонского дома из-за регулярных поджогов и неприятных запахов приходится держать окна закрытыми. В некоторых квартирах даже стали появляться крысы. Местных жителей пугает и раздающиеся крики о помощи по ночам. Здание теперь стараются обходить десятой дорогой. «Я, когда возвращаюсь вечером домой, я стараюсь обойти другими улицами, потому что здесь кишит что-то такое невообразимое, слышны звуки». «Крики, девочек, помогите, спасите». Даже так было. Я сама лично слушаю. «Я говорю только то, что я слышу». «То есть вы слышали крики о помощи?» «Да, она кричала вот с этого окна. Крики были о помощи даже. Даже так было. Но, конечно, я туда не пошла и неизвестно, сколько там мужчин». За состоянием здания уже давно никто не следит. Точно так же никому не дело, что происходит внутри. Еще в 2015 году Одесский облсовет продал здание на аукционе. Главным условием сделки было восстановление памятника в аутентичном виде. Тем временем творения архитектора Бернардации разбирают охотники за стариной и металлом. А остатки уникальных фресок выгорают во время сжигания мусора и проводов. «Это было при губернаторе Саакашвили. Состоялся аукцион. Этот объект был продан. Я сейчас не помню, кому именно. Если ошибаюсь, кажется, торпанул. Но Саакашвили этот, не знаю каким образом, этот аукцион отменил. В итоге у этого объекта собственник не появился, но имел частный собственник. Инвестировать некому было в это здание, и он просто-напросто обрушился. На мой взгляд, эта политика абсолютно неверная. Почему? Потому что если, допустим, городская или коммунальная собственность, или государственная собственность, и соответствующий собственник не в состоянии привести ее в порядок, то нужно эти объекты продавать с аукционом. С определенным естественным условием он прописан законодателем, что эти объекты должны поддерживаться и соответствующе сохраняться. Руины заброшенного дома на спуске Ковалевского тоже принимают непрошенных гостей. Возле этой территории расположено несколько жилых домов. Местные жители жалуются, что вот уже более 10 лет это место напоминает стихийную свалку. Ну а по вечерам здесь с детьми страшно ходить. Больше 10 лет это стройка. Дома новые построились, но эта стройка до сих пор стоит. Вот последние пару месяцев начали неизвестные люди разбирать этот забор, и все, что было за ним, начало вываливаться на обочину. Люди неизвестные начали, естественно, то есть среди дня ты идешь с ребенком, гадят, устраивают тут посиделки. И самое страшное это то, что появился доступ к подросткам. Подростки начали на стройку залазить, и в основном выходной день, конечно, очень видно, как они по ней лазят. То есть чем они там занимаются неизвестно, но это небезопасно для них. Два трупа вывезли за полгода. Бомжи находятся там, их убивают, калечат. Ну, невозможно даже представить, что это за жизнь 10 метров от нормального дома. Из-за заброшенного здания местным жителям приходится ходить прямо на проезжей части. Ведь где могла быть пешеходная дорожка, горы мусора и ржавый забор? Старая Одесса не выдерживает испытания равнодушия. Светлана Довжук, Григорий Евич, телеканал Репортер.